К другим новостям. Сегодня председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин встретился с представителями ряда СМИ. Обсуждали самые разные темы, в том числе рейтинг эффективности региональных властей. Соответствующий перечень подготовил Минрегион. Работу власти на местах начали оценивать с 2008 года. Чувашия неоднократно входила в первую десятку рейтинга. Получала за это гранты, деньги направляла на социальные статьи, напомнил Иван Маторин. Но по последней оценке регион стал 42-м. С этого года изменилась оценка региональной власти. Появился новый порядок, что сказалось на рейтинге. В предыдущей методике было свыше 330 показателей, свежие 12-14. Среди них объем инвестиций, самочувствие малого и среднего бизнеса, объем налоговых и неналоговых доходов в бюджете, продолжительность жизни, безработица, реальные денежные доходы населения. В передовиках оказались Ямало-Ненецкие и Хантамансийские автономные округи, Татарстан, города Москва, Санкт-Петербург. По мнению Ивана Маторин, большое преимущество получили именно субъекты с хорошей налогооблагаемой базой и инвестиционным потенциалом. Не секрет, что большинство инвестиций в стране сосредоточено в сырьевом комплексе и в крупных городах, где регистрируются компании. Если в предыдущей оценке, которая велась в течение пяти лет, акцент делался на эффективность бюджетных расходов, и здесь республика традиционно демонстрировала хорошие показатели. У нас отсутствовали неэффективные расходы в госуправлении, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Высокие места мы занимали в здравоохранении, традиционно были в середине по образованию, но с хорошей динамикой положительной по годам. И, соответственно, давала при общей комплексной оценке нам неплохие показатели. Сегодня больше оцениваются общие относительные показатели и темпы. Если посмотреть оценку, то в ней большое место занимает именно оценка темпов достигнутых показателей. Я вот, как сказал уже выше, по темпам регионы, где, в общем-то, показатель по своему уровню довольно высокий, соответственно, положительные темпы сохранять в динамике тяжело. И мы вот и в восьмом, и в девятом году по темпам были не на первом месте. И, соответственно, были определенные упущения именно в темповой оценке. Именно для малых регионов эффективность бюджетных расходов имеет важное значение, отметил Эмон Моторин. Чуваши готовят свои предложения по этой методике и собираются направить их в федеральный центр. Возможно, будут корректировки в новом порядке. Психологически воспринимать 42-е место, конечно, тяжело после такого длительного пребывания в десятке, признался главарь республиканского правительства. Но в целом, на фоне других регионов, Чуваши выглядят середняком. Можно долго пенять там, что было плохо и что хорошо. Но вот методика оценки есть, она утверждена. И нам нужно работать уже в рамках действующих нормативных документов и действующих показателей. Я всегда перевожу на субъект. Мы же оцениваем муниципалитеты, да? И часто муниципалитеты недовольны той оценкой, которую выставляет им регион. Постоянные споры, там, давайте внесем вот изменения в этот показатель, там, веса изменим, там, методологические. И зачастую, по моей практике, я был министром экономики, мы шли на поводу у членов комиссии, отраслевых министерств, вводили дополнительные показатели, меняли весовое значение их там. Но в конечном счете никогда, я подчеркиваю, никогда не могли удовлетворить все запросы, которые имеются вокруг нас. Потенциал у региона есть, возможно, подтянуться по доходам, в частности налогам, привлекать новых предпринимателей, реализовывать новые проекты, развивать малый и средний бизнес. Ольга Григорьева, Евгений Анитимов, Республика.